Я прочитаю место Священного Писания, которое записано в Послании к Ефесянам, 5 главе с 1 стиха. Итак, «Подражайте Богу, как чадо возлюбленные». Мы уже помним и знаем, что этот стих является определенным завершением мысли, определенным итогом предыдущей мысли. А предыдущая мысль нам известна. Она записана в Послании к Ефесянам, 4 глава, 22 по 24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облиться в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Истлевать – это значение слова «предь», «прогнивать», «сгнивать», «гнить», «сопревать», «перегорать», «гореть», «тлеть», «разгораться» и «сгорать». Все значение этого слова, что оно не вечно, оно скоро закончится. Да, оно тлеет, мерцает, разгорается, возможно, пламень какой-то, но итог смерть умирает и заканчивается. А если суммировать это значение, то истлевать – это находиться в состоянии разрушения под действием естественных факторов среды. Естественный фактор – это человек и находится на земле человечество, которое продано в рабство смерти. И удел всех человеков, всех грешников – это смерть. Но вот нам Бог по милости дал эти три глагола и вложил туда очень глубокое значение. И мы уже долгое время вникаем и учимся, познаем. Вы знаете, вот некоторые люди, так называемые святые, воспринимают, когда слышат это слово, как какой-то личный укор. Им что-то не нравится, не влагается это слово в их уши, в их сердце, и они противятся этому слову, им что-то не нравится. Некоторые говорят, что сильно сложно. Вот вы знаете, у вас там сильно сложно, сильно много, сильно нужно много учить. А вот есть просто где. Но вы знаете, вот этот процесс, он освободится от этого рабства, от ленью, он очень непрост, и Бог задействует всю свою энергию, всю свою силу, чтобы помочь человеку. А человек должен со своей стороны тоже задействовать всю свою силу, и свою энергию, и всю свою способность. И если он этого не делает и пренебрегает, как когда-то Израиль в пустыне, Бог дал им манну, они сказали, что это такое вообще пренебрежительное. И, конечно же, Бог разгневался. Это была жизнь их, это была сохранность их, это было питание их. Но они пренебрегли. Поэтому я очень радуюсь, что Бог по милости своей дал мне возможность исследовать это слово, быть вместе с вами, быть частью Божьего народа. Потому что, вы знаете, я вот по мере того, как начал взрослеть, я очень ярко выраженно начал ощущать вот это тление, сгнивание и расслевание. Я читал местописание, что зависть человека – это гниль для костей. Я понимал, что я человек по природе завистливый. Я буквально ощущал в своих костях эту гниль и мучился, и думал, есть ли какой-то выход. Ну, я уже христианин, как бы Господь меня с вас спас. А вот это ощущение гнили в костях, где-то глубоко внутри, в плоти, там непонятно даже где, в плоти, в духе. Я не мог в то время разделить, где плоть, где дух и понять, но находился вот под таким страшным обвинением и страшным мучением. Ну и, конечно же, когда вот я услышал эту милость Божию, я откликнулся и решил платить цену, идя за Богом, стать Его учеником, чтобы освободиться от этого рабства тлению, как и вы все вместе с Божьим помазанником. В этом месте Писания ярко просматриваются три глагола. Это «отложить», «обновиться» и «облечься» таких основополагающих глаголов, повелевающих, в котором в каждом из них заповедь Божья заложена. Мы говорили, что «отложить» — это отличать образ жизни нового человека от жизни ветхого человека. Оно выражается в способности отвергать худое, избирать доброе. Перестать пользоваться образом прежней жизни, ибо проходит образ мира сего. Поэтому пользующиеся этим миром, как не пользующиеся, приобретающие или покупающие, как не приобретающие, и так далее. Третье — «отвергать» или «уклоняться» от прежнего образа жизни. То есть отвергнуть все инородное и включить в этот список самих себя, потому что мы тоже инородные Богу. Плоть и кровь Царства Божия не наследуют. Наши тела изменятся. Они подвергнутся процессу нетлению. Бог, как мы слышали, шумом вышвырнет из наших тел этот процесс тления. Он будет низвергнут оттуда. И вот познавая эту истину, мы призваны уже начать готовиться к этому. А подготовка идет, чтобы отвергнуть самого себя. Все связанное с плотью. Четвертое — «свергать» прежний образ жизни. То есть оно выражается в бременах не от Господа. Знаете, мы пришли в этот мир, нас родители взрастили, нам друзья помогли. Какой-то появился спонсор, проспонсировал учебу в колледже. И вы знаете, человек движется по жизни, и он попадает в зависимость. А потом говорит, ну как, мне же помогли, а теперь я должен. И он подвергается этому бремени и чувствует, ну я же обязан, родственникам обязан, обязан отцу и матери. И потом отец и мать в духе звучит голос. То есть Бог открывает его ухо, дает ему наставление идти за мною. А отец и мать говорят, подожди, ну ты ж нам должен. Мы ж тебя родили, мы ж тебя воспитывали, мы ж столько в тебя заложили. А особенно, когда мы вот взрослеем, начинаем растить своих детей, и понимаем, какой это труд невероятно сложный. И приходит вот это бремя, и Писание говорит, свергнем с себя всякое бремя, то есть бремя Господня нужно взять на себя. Пятое – это освободиться от прежнего образа жизни, чтобы стать полностью свободными. Бог не имел в виду заключать свой завет с рабами, ему нужно подобный ему человек. Для этого и он сделался подобным человеку и ищет таких же, которые будут подобны Богу. И отделиться от прежнего образа жизни, то есть освятиться, как мы и слышим, произвести тотальное освящение во всех сферах жизни, чтобы не было соприкосновения со смертью. Потому что Бог не творил смерти и не радуются погибели живущих, и смерть не от него, и Он совершенно не будет иметь ничего общее со смертью, поэтому Он говорит, отделитесь от всего смертного, плотского, и от, конечно же, в конечном итоге, умереть для прежнего образа жизни. И мы знаем, что Бог для данной цели положил в Писание учение о кресте Христовом и о кресте нашем. И когда мы понимаем разницу, понимаем и соработаем своим крестом, с крестом Христовым, мы, конечно же, умираем для прежнего образа жизни и становимся готовы для нового образа жизни. Чтобы иметь возможность подражать Богу, как Его возлюбленные дети, нужно также обновить свою душу в предмете нашего ума. Глагол «обновиться», переведенный из еврейского языка, имеет семь смысловых значений, которые находятся друг в друге и идентифицируют друг друга, что означает, что эти возможности находятся друг в друге и подтверждают достоверность друг друга. Обновиться, первое, это воплощать, обновиться, это быть сопричастным, преображаться, быть послушным воздействию, быть вовлеченным, возрождаться и побеждать. Обратив эти значения по отношению к новому образу жизни, мы получаем информацию в виде повелений Божьих, то есть мы получаем точные указания от Бога для внедрения нового образа жизни в область своего мышления. То есть мы должны это сделать. Это наша ответственность. Конечно же, Бог помощник, Бог помогает, Бог послал Дух Святой, но мы должны сделать решение. Я буду внедрять заповеди Божии, ум Божий, понимание Божие в область своего мышления. Эти повеления являются нашей ролью и нашим призванием для сработы с истинной Писанием и со Святым Духом. И никто, кроме нас, не может выполнить эту роль. Каждый, то есть в этом смысле, за себя покупает. Я не могу купить для самых моих дорогих людей. Вот есть у меня очень дорогие люди, любимые люди. Ну вот вы знаете, у Иисуса Христа вот были, мать Его он любил очень, ученик Иоанн, которого он выделял своей любовью. Но если Иоанн не будет соработать, Христос ему никак не поможет. Поэтому нету таких вот любимчиков у Бога. Он, Отец, нелицеприятный. Следовательно, обновиться – это, воплощать, первое, воплощать новый образ жизни, и оно выражается в развивании, кооперации между Возрожденным Духом и между своей Душою. интуитивный канал, по которому информация подается и передается со сферой Духов в нашу Душу, чтобы мы могли истолковать эту информацию, понять как-то ее, потому что она может, пока она внутри, и не передана в разум. И нам трудно очень понимать. Возрастать и обновляться – это значит развивать. Второе – быть сопричастным к Святому Духу, то есть соработать в том смысле, чтобы приносить плод Богу. Точно знаем, плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, кротость. Там нету зависти, там нету злости никакой, там нету трения никакого. И, конечно же, мы можем проверять себя по наличию плода Духа, что мы сопричастны к Святому Духу. Третье – преображаться в новый образ жизни посредством взирания на славу Господню. Славой Господней или же открытым лицом является Слово Божие, записанное на скрижалях нашего сердца. А зеркалом, которое отображает эту славу, является истина Слова Божия, написанная. И когда мы смотрим таким образом, Бог позволяет нам увидеть славу Господню в нашем сердце. И эта слава Божия начинает преображать нас. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. 1 Коринфянам 2,16. Четвертое – быть послушным воздействию Святого Духа. Обновиться – это быть послушным. И мы приводили пример с Нейманом, с Петром. То есть, конечно же, Господь будет направлять нас своим словом, которое он будет влагать в уста, помазанных Богом людей. И, конечно, человек, который явит непослушание, он будет остановлен в своем обновлении и начнет умирать. Ну, или болеть, вот как Нейман, который был прокаженный. И мы по природе все прокаженные. И чтобы освободиться от проказы, от болезни, от всякого греха, которое в Духе находится, конечно же, нужно повиноваться воздействию Святого Духа. Пятое – позволить Богу. Обновиться – это позволить Богу вовлечь нас в новый образ жизни. А позволить – это, опять же, применить свои усилия, потому что Бог не будет тащить человека против его воли. Поэтому он должен сделать волевое усилие, чтобы вникать внутрь совершенного закона свободы. Глагол «вникать» означает увлекаться, заглядывать внутрь, пристально всматриваться, сосредотачивать свой взор и свое мышление, преодолевать возникающие преграды, становиться сущностью содержимого закона, растворяться как бы в нем, ну и растворяться в этом законе свободы. Шестое – обновиться – это возрождаться для нового образа жизни, то есть иметь жизнь Божию в своем естестве и в духе, и в душе, и в теле. А это происходит посредством оплодотворения себя словом всякой истины. То есть, когда мы слышим слово истины, когда мы слышим благорестование Божие, когда мы слышим обетование Божие, и, конечно, когда мы слышим их из источникова, то есть от того человека, который Бог поставил над нами, написано «повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». То есть страх Божий указывает, кому в какой степени мы призваны повиноваться, от кого призваны принимать слово. И, конечно же, оплодотворять – это же исповедовать это слово. Когда мы слышим, мы должны говорить «Да будет мне по слову твоему». Если нету возможности громко говорить, шептать. Если нету возможности шептать, может быть, какая-то ситуация внутри, в своем сердце, как вот та женщина, она говорит, вот если подойду, это только дотронусь, она говорила в сердце своем, уста у нее не были закрыты. То есть, есть разные возможности оплодотворять себя словом всякой истины. То есть, внутри говорить, в сердце своем, шептать, бормотать и говорить громко. И, конечно же, вы знаете, чем у нас есть возможность говорить громче это, тем оно, Слово Божие, яснее пишется внутри естества человека, чтобы читающий мог легко прочитать. Пока мы говорим внутри, знаете, прочитать читающему достаточно сложно, хотя он может прочитать. Иисус Христос смог прочитать, когда эта женщина прикоснулась, она говорила в сердце своем. Но, вы знаете, самое лучшее, когда мы громко исповедуем, явственно, отпечатываем каждое слово, исповедуя Божью истину и говорим, да будет мне по слову Твоему. Конечно же, я, вы знаете, я вот иногда, чтобы не шуметь в доме своем и не пугать соседей и домашних, я в машине, знаете, зайду в гараж, закрою даже, бывает, окна в машине, чтобы не шуметь и начинаю громко петь, молиться и провозглашать Божье Слово, чтобы эти обетования пришли в мою жизнь. Ну и в конечном счете, седьмое, наследовать новый образ жизни через победу. Через победу над миром в лице нашего народа или нашей национальности. Наследовать новый образ жизни через победу над нашим домом в лице нашего генетического наследия унаследовано нами всеми негреховной жизни наших отцов. Наследовать новый образ жизни через победу над плотскими вожделениями, нашими плотскими душевными целеустремлениями, которые в конечном итоге расслевают нашу жизнь и делают нас пленниками греха. То есть, они бывают прекрасны с виду, эти целеустремления, целеустремления. Бывают они отвратительные. Вы знаете, когда эти целеустремления отвратительны, человек вот продан греху, ярко выражено, то ему легче обратиться к Богу, потому что, ну, Иисус Христос сказал, ну, блудники и мытарьи, ну, отъявленные злодеи, они вперед в вас идут, Царствие Божие. А бывают эти целеустремления довольно-таки возвышенные и даже в какой-то степени благородные, но если они плотские, если они исходят из плотского человека, они расслевают нашу жизнь, разлагают нашу жизнь и ведут нас в плен, делают нас пленниками греха. И в конечном счете мы призваны наследовать новый образ жизни через победу над нечестивыми грешниками, продавшими свое первородство и изуратившими пути правды. Три таких врага внутренних, то есть мы призваны их победить вначале и потом Бог хочет и даст нам право явить победу над нечестивыми грешниками, продавшими свое первородство и изуратившими пути правды. Откровение 18, 20. «Веселись осем неба, и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним, над Вавилоном». Ну и, конечно, цель после этого – облечься в нового человека. Это цель, которой Господь ведет каждого человека. В Писании под обличением в образ нового человека имеется в виду обличение в весон чистый и светлый, о котором говорится, что такой весон является праведностью святых. И дается такой весон только той категории, кто в достоинстве жены, невесты Агнца, приготовил себя в том, чтобы, во-первых, отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в своих обольстительных похотях, и, во-вторых, обновил сферу своего мышления духом своего ума, который является умом Христовым. Местописание. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши блаженный званный на брачную вечерю Агнца, и сказал мне сии суть истины, слова Божии». Жена его приготовила себя, то есть она отложила, она обновила, и ей после этого, как выполнив условия, дано было облечься. и это, конечно, дано через благопистояние Христова в устах поставленных Богом людей. Конечно же, человек должен соработать, когда ему уже дано. Мы ясно можем видеть и утверждать, что церкви, остатку, святому Божьему, остатку, дано сегодня, облечься, весон чистый и светлый. Мы начали рассматривать облечение самого себя в нового человека в семи составляющих или в семи значениях, каждый из которых находит свое определение и свое выражение в Писании. Облечься в нового человека или облеченный в нового человека, это человек, облеченный в ризах спасения, первое. Второе. Одетый в одежды правосудия. Третье. Коронованный венцом жениха. Четвертое. Украшенный убранством невесты. Пятое. Одетый в брачную одежду. Шестое. Одетый в весон чистый и светлый. И седьмое. Принявший представительную силу Яхве Саваофа. Практически в этих критериях и признаках сокрыты условия, содержащие в себе инструкции, выполнение которых делает нас способными облечься в качество, достоинство, убранство и силу своего нового человека, сокрытого и пребывающего во Христе Иисусе. Достоинство женового человека в трехмерном измерении, выраженное в одеждах невесты и жены Агонса, это достоинство царя, то есть видимых. Трехмерный мир – это видимый мир. Достоинство пророка и достоинство священника. Власть в полномочиях царя призвана устанавливать в границах нашего естества законы Вседержителя и приводить в исполнение суды его правды. Власть в полномочиях пророка призвана в нашем естестве наделять нас достоинством царей и священников. То есть все приходит через вот эту власть пророка в нашем естестве и устанавливать пределы нашего призвания в границах нашей ответственности. И власть в полномочиях священника призвана в нашем естестве представлять святость Бога и совершать служение ходатая. Человек, облеченный в ранг и достоинство священника, это человек, облеченный в достоинство правового ходатая, которому доверено Богом, юридическое право посредством правовой молитвы, которая является языком Бога и отвечает требованиям его воли приступать к Богу и входить в присутствие Бога, чтобы предоставлять права и интересы Бога, выраженные волей изъявления Бога. Очень сложная, детальная, точная инструкция, но хорошо бы выучить ее наизусть. В своем сочетании эти три уникальных достоинства налагают на человека ответственность представлять совершенство своего Небесного Отца в измерении трех ветвей власти. Эти три достоинства в своей совокупности подводят черту как под определением признаков нового человека, так и под определением условий, необходимых для облечения в нового человека. Исследования семи признаков облечения в нового человека помогут нам усвоить инструкции посвящения в достоинство царя, в достоинство пророка и в достоинство священника. И места Писания. Признаки, определяющие лицо нового человека, указаны в пророчестве в 66 главе пророка Исаии, в 19 главе Откровения Иоанна и в 39 главе Иова. Пришлось бы сильно много читать, чтобы все это, прочитать эти признаки, но мы двигаемся дальше. Таким образом, святой человек, который отложил образ жизни ветхого человека и обновил свой ум духом своего ума и облегся в нового человека, это вот конечная цель, как бы завершенная, конечная цель, к которой мы идем. Это человек, облеченный в ризы спасения. Второе, это человек, одетый в одежды правосудия. Третье, человек, коронованный венцом жениха. Четвертое, человек, украшенный убранством невесты. Пятое, человек, одетый в брачную одежду. Шестое, человек, одетый в весон чистый и светлый. И седьмое, человек, принявший представительную силу Яхве Саваофа. Я когда пасторам говорил об этих семи, он говорит, ты не зацикливайся на номере семь, это полнота, там может быть гораздо больше, и там заложено гораздо больше. Как когда-то Иисус сказал Петру, не говорю тебе до семижды, но до семижды семидесяти, то есть там гораздо больше. Просто этот формат применяется, чтобы было легче усваивать и понимать этот материал. На самом деле там истина Божья, она раскрывающаяся, и, вы знаете, это как каждое определение из этих семи, оно как заповедь Божия. И Давид говорит, я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерна, обширна. Она расширяется и расширяется, и расширяется, конечно же, в той мере, в которой мы имеем возможность принять в свое сердце это откровение Божие. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои и как сад произращает, посеянное в нем, так Господь, Бог, проявит правду и славу пред всеми народами». Исайя 61, 10, 11. Ну и, конечно же, мы говорили о ризах спасения. Мы помним, что существует два вида спасения, которые следуют друг за другом и вытекают один из другого. Каждый из этих видов имеет свои определенные степени, связанные с возрастанием веры. Первый вид спасения дается нам в виде семени, как залог. Если залог при исполнении определенных постановлений, заповедей и уставов не будет пущен в оборот, то есть не будет взращен, мы утратим наше спасение и сами обратим себя в категорию званых. В силу чего наши имена будут изглажены из книги вечной жизни, и мы наследуем погибель вечную вместе с дьяволом и ангелами его. Ибо много званых, а мало избранных. Матфея 22, 14. Второй вид спасения дается как гарантия в виде принесенного плода, который необходимо сохранять и приумножать. Откровение 3, 10, 11. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Вы знаете, иногда люди ждут годину, она придет, но она приходит к нам во времена испытания. Бог говорит грядущую на всю вселенную, то есть, чтобы испытать живущих на земле. То есть, люди Божьи будут испытываемы. И вот Господь сохранит или даст силы устоять, когда человек будет проходить эту великую скорбь, и проходить эти испытания, это и есть гарантия. Господь говорит, ты сохранил слово терпения, я тебя сохраню в это время. Это не говорит о том, что будет легко человеку проходить долиной смертной тени. Это говорит о том, что Бог все-таки сохранит его. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, то есть, человек не должен, ученик Божий не должен останавливаться, и не должен успокаивать себя, и не должен себе говорить так, ну, я уже достаточно возрос и достаточно заплатил цену, ну, можно как бы и расслабиться. Ну, это уже признак падения, уже человек начал сыпаться, так сказать. «И кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что дух говорит церквам». Откровение 2, 26, 29. В данном случае при обличении в ризы спасения мы имеем дело со вторым видом спасения, которое является гарантией, что начальник и совершитель нашей веры не изгладит наших имен из книги жизни. «Побеждающий облечется в белой одежде, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его, имеющий ухо, да слышит, что дух говорит церквам». Вы знаете, иногда слышится такое, что «ну как Бог может своего ребенка?» Люди так и говорят, «Вот ты своего ребенка в ад отправишь? Вот кто в ад его будет кидать, твоего ребенка? Ты или твоя жена? Или ты своим детям поручишь бросить своего ребенка в ад?» Они обращаются вот по-человечески, и это говорит о том, что они не имеют уха, и они не слышат, что вот здесь написано в этом месте Писания. Здесь говорится, что не изглажу побеждающего. А если человек отказался сработать с победителем Богом и предался позору и извратил пути истины, конечно же, его имя не будет исповедано, и его имя будет изглажено из книги жизни. Называться и быть спасенным может тот святой человек, который посредством хождения и пребывания в учении Христа через познание истины о силе крови Христовой и о силе креста Христова освобождается от власти своего народа, своего дома и своих плотских вожделений. И когда мы через познание истины о силе крови Христовой и о силе креста Христова освобождаемся от этих трех врагов, формирующих на свой образ, то против нас выступает следующий враг. Это душевные люди в союзе с мертвой религией или мертвой верой, в лице святых, продавших свое первородство, которые имеют вид благочестия, отрекшись от силы этого благочестия. Их образ поклонения хорошо описан как у пророков Ветхого Завета, так и в посланиях апостолов. Иеремия 7, 8, 11. «Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите валу, и ходите во следственных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим вдомисем, над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших вдомстей, над которым наречено имя мое?» То есть, когда люди вот так настроены, да, Господь простит, да, ничего страшно, да, ну и что? Ну, если он уже дал мне слово, если он позволил обратиться, но не хотят возрастать, не хотят соработать, отвергают божьих посланников и говорят, мы спасены, то на самом деле это синагога сатаны, как мы слышали, это вертеп разбойников. То есть, дом Божий был, но, он говорит, не соделался этот дом вертепом разбойников. И, конечно же, когда Божий пророк приходит в такое место, если ему позволено будет прийти, он начнет сразу же чистку, как это начал делать Христос. То есть, он говорит, вы сделали его вертепом разбойников, но он сразу же начал в ревности своей наводить порядок. И любой Божий помазанник, когда увидит, вот что происходит в доме, если какой-то непорядок, он, конечно, исполнится гнева и станет в проломе, чтобы сохранить то, что можно сохранить. И тогда нам на помощь приходят всем свойств нашего Духа, которые мы взрастили в себе, благодаря которым мы обновляем наше мышление, что дает нам силы противостоять им и побеждать их, этих врагов, этих душевных людей. А мы знаем всем свойств Духа. Добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпения и так далее. Во главе нашего спасения стоит Небесный Отец, который послал свое слово через закон Моисеев и пророков. То есть, вот сразу же мы обращаем, кто стоит во главе, кто является стержнем нашего спасения, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Небесный Отец, мы так много слышим, делегированное Отцовство Бога. То есть, и вот здесь, конечно, следует сразу обратить внимание, почему это так важно. Потому что во главе нашего спасения стоит Небесный Отец, который послал свое слово через закон Моисеев и пророков. А затем на основании закона и пророков послал Сына Своего, чтобы Он мог стать вождем нашего спасения. Когда же Сын Божий исполнил свою миссию на земле, заплатив за наше искупление пред Отцом своей крестной смертью, то Он передал мандат Своих полномочий и Своих ученикам. И местописание. Иоанна 20, 21. И Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас!» Сказав, этот дунул и говорит им, «Примите Духа Святого! Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Другими словами говоря, апостолы получили не только аналогичный мандат, которым обладал Христос, но и Святого Духа, который должен был сопровождать их и облекать своей силой. В силу такого мандата или же такого посланничества, которое равно посланничеству начальника и совершителя нашей веры, вождю нашего спасения, этот мандат по повелению Писания и Святого Духа стал передаваться следующим поколением мужей и жен, которых Святой Дух отличил печатью своей власти и мудрости. Опираясь на этот мандат, представительной власти апостол Павел мог смело заявить, «Ибо все обетования Божии в Нем да, и в Нем аминь, в славу Божию, через нас, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». То есть Божьи посланники и Божья паства, народ Божий завязан в одно тело, в одну упряжку. Поэтому вот называли колесницей Израиля и конницей его, то есть это Божий порядок, Божье установление. «Из имеющего заявления следует, что ни одно обетование не может быть реализованным человеком без соработы с представительной властью тех, кого послал и помазал и поставил Бог». Мы говорим о спасении, которое утверждается человеку, о втором виде спасения. Не то, что это два спасения разных, это один, вытекающий из другого, это одно спасение. Но там есть две важных составляющих, которых никак нельзя отрывать друг от друга. И как только человек разделяет или отрывает эти два вида спасения и становится налево или направо, он, конечно же, направляется в преисподнюю. Другими словами говоря, последняя инстанция, через которую мы получаем наше спасение, это истинописание, которое мы получаем через наставление в вере, помазанное Святым Духом. Для категории людей, которых Бог облег в ризы спасения в лице их нового человека, этот вид спасения зиждется не на их вере, а на надежде их блаженного упования. Ибо мы спасены в надежде, Римлянам 8, 24. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Невозможно ожидать в терпении того, чего нет в сердце. Вера призвана для того, чтобы черпать из этой славной сокровищницы. Вера – это как инструмент, такой черпак, который передает из надежды. Но эти слова Божьи, истина Божья должна находиться в сокровищнице сердца человека. Если у человека не будет надежды, то у него не будет и веры. Часто люди полагают, что у них есть вера, но когда их постигают испытания за веру, они притыкаются, соблазняются и отпадают от веры. Вот момент испытания – это ключевой момент, это центральный момент. Но когда у них есть надежда, то тогда при любых испытаниях и лишениях они смогут сохранить верность исповедуемой ими вере. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Вера действует в настоящем времени, надежда смотрит в будущее. Вера не имеет в себе потенциала ожидания, этот потенциал находится в надежде. Именно надежда питает и поддерживает нашу веру, а вернее, нашу верность исповедуемому нами учению. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ, особенный, ревностный к добрым делам. Титул послания, 2 глава, 13-14 стих. Слово упования предполагает некое основание или то, на чем и какими средствами следует возводить свое строение. Упование зиждется на надежде. Великое воздаяние обещано тому, кто будет иметь упование или же сохранить свое упование. Итак, это, как вы знаете, упование и надежда, как бы надежда корень, а упование – это дерево. Но все это одно. Вы знаете, говорят, а где? Это дерево, это его корень. Там есть надежда, там есть упование. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Евреям 10, 35. Достоверность упования всегда подтверждается дерзновением. Эти два достоинства никогда не действуют отдельно друг от друга. Местописание, подтверждающее эту мысль, Евреям 3, 6. А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его, мы, если только дерзновение и упование, которыми хвалимся, твердо сохраним до конца. Дерзновение – это право входить во святилище посредством двух истин, которые мы можем познать не иначе, как через наставление в вере. Это истина о крови Христовой и истина о кресте Христовом. Притча 22, 19. Чтобы упование твое было на Господа, а не на просто обманчивые слова «Я учу тебя и сегодня, и ты помни». То есть есть люди, которых Бог поставил воспитывать церковь или приводить ее в совершенство посредством слова «Я учу тебя и сегодня». В момент, когда по прихоти нечестивых, находящихся среди народа Божьего, возникают всякие измышления, смута, ложь и клевета, и как меч обрушиваются на собрания святых, устоят и не будут увлечены в погибель лишь только те, кто обладают достоинством ученика. «Именно достоинство ученика дает возможность святому человеку возлагать свое упование на Бога. «Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование, сказал Господь». «Возложить упование на Господа» – это возложить упование на то Слово, которое мы приняли из уст, Слово из уст Господа, поселившееся в наших сердцах. Упование, выраженное в ризах спасения, – это премудрость сердца человека, которую он приобрел или купил Слово через наставление в вере. Давайте посмотрим на гарантии, которые даются уповающим на Бога. Это Псалом 90-е. «Он избавит тебя от сети ловца». Вот один из таких псалмов, которых можно и нужно громко исповедовать. «Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке и заразы, опустошающие в полдень. Падут подли тебя тысяча и десять тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизиться. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. «Ибо ты сказал», ты исповедовал это слово, ты принял его из уст Господа, и оно выросло в твоем сердце. «Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло и язва, не приблизиться к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедают о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не притнешься, а камень ногою твоею. На Аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. «Воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Мы должны испытывать и проверять свое упование. На чем оно основано? На плоти в предмете интеллектуальных наработок и своих чувственных привязанностях или своих каких-то пониманиях, или же на вере сердца, которую мы в свое время приняли через наставление в вере. Потому что в первом случае результатом этих двух противоположных друг другу упований, то есть есть тоже упование определенное, но неправильное, ложное, поэтому призвано испытывать, явится, что сердце человека удалится от Господа, в силу чего он не способен будет приносить плод истины. И во втором случае человек испытает благословение Божие в том, что как дерево будет посажено у потока откровений Божьих. «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет добрая, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Иеремия 17, 5, 8. Итак, надежда упования, данная в ризах спасения, это дерево жизни, растущее в сердце человека. Плоды дерева жизни – это плод премудрости Божии, которые вызывают благоволение Бога на человека и разверзают бездны Божии, и облака его кропят росою. Образ этой росы как раз и раскрывает тот вид спасения, который приходит нам через наставление в вере. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления». Мы говорили о первом признаке, о первом знамении, которое в Писании говорит одеждою. «Он облег меня в ризы спасения». Ну и следующий, очень важный, очень обширный, очень глубокий. признак облеченного человека в одежды праведности или в весон чистый и светлый, которым Бог пообещал, и то, что Он делает сегодня, это «одеждою правды одел меня». Так говорит невеста. Одеждою правды одел меня. Нам следует отметить, как и в предыдущем знамении, если Бог нечто сделал или делает для человека, всегда имеется в виду фактор того, что прежде человек обязан выполнить определенные условия, которые позволили бы Богу выполнить для человека то или иное обетование, которое Бог положил на его счет во Христе Иисусе. Бог не опаздывает. Бог избрал святых своих прежде создания мира. В определенные времена Он посылает и выполняет то, что Он предуготовал и положил от начала. Он послал Сына Своего Иисуса Христа, когда пришла полнота времени. Он со Своей стороны выполняет все, но чтобы это стало достоянием человека, Он призван выполнить определенные условия Бога. И данное условие – это ученичество, которое выражается в активном смирении. Достоинство ученика Христова – это всегда достоинство активного смирения, исходящего из его кроткого сердца. То есть активное смирение. Вы знаете, я вот думаю, я смиряюсь, буду смиряться, а потом уже буду просто смиренный. И мне не придется смиряться. Вы знаете, вот пока в плоти мне придется смиряться. Обязательно. Вот это выражение, которое получающее, обширное, активное смирение, исходящее из кроткого сердца. То есть пока вот Бог не выбросит из нашего естества и не уничтожит в нашем естестве эту державу смерти, нам нужно будет являть это активное смирение. Нам нужно наклонять будет свою выю и проявлять смирение. Если человек не обладает статусом ученика, то это означает, что он не обладает и смирением, вызывающим на себя благоволение Бога. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. А отсутствие смирения – это знак интеллектуальной гордыни, вызывающей против себя Бога, как своего противника. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, как оно в церкви происходит. Все же подчиняясь друг другу, в другом местописании говорит, подчиняясь друг другу в страхе Божьем, и существует Божий порядок, каким образом мы подчиняемся друг другу. Облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. На иврите одежды правды – это тоже ризы или священная мантия, которая одевается сверху риз спасения. Кстати, когда мы будем рассматривать обличение избранного Богом остатка в одеянии священника, то мы там действительно встретимся с нательными одеждами, одеждами из льна, поверх которых затем будет одеваться священный хитон. Так, например, определяя достоинство добродетельной жены, Писание говорит, что она не боится стужи для своей семьи, потому что вся ее семья одета в двойные одежды. Притча 31, 21. Это говорит о том, что когда помазанник Божий знает, что люди имеют и обладают и научены вот этими двумя видами праведности, то когда придет стужа, когда придет испытание, не будет страха, не будет паники, потому что семья, вся семья ее одета в двойные одежды. А так как эти одежды названы одеждами правды, нам необходимо вспомнить, что такое правда или же по каким критериям следует ее определять, кем и каким образом мы оправданы, через что мы оправданы и о каком виде правды в данном случае идет речь. В Писании существует два вида спасения, как два вида спасения, так и два вида правды или же два вида праведности, которые не могут состояться и существовать друг без друга. Опять же, раз они не могут друг без друга, это уже одно становится, но из двух составляющих это одно. Знаете, вот как воздух, он же состоит из двух компонентов. Если будет один компонент, это не воздух. Так вот и здесь эти два вида праведности, это праведность Божия, но чтобы она стала праведностью в человеке, чтобы он был одет в эти двойные одежды, он должен принять и совместить в себе эти составляющие двух видов праведности, соединить в себе, в своей сущности. И когда человек в своей сущности отрывает один вид праведности от другой вид праведности, это не является уже праведностью, это называется по Писанию беззаконием. Поэтому, когда люди говорят, ну, ты же учил нас и мы твоим именем вот творили там, чудеса творили, он говорит, а у вас праведности, я не знаю вас совершенно, потому что вы оторвали, вы разорвали праведность мою, вы не совместили эти два вида праведности в своей сущности. Они не могут существовать друг без друга, так как следуют друг за другом и вытекают один из другого. Каждый из этих видов имеет свои определенные степени, связанные с возрастанием веры. Каждый из этих видов является искуплением Божиим и дается человеку и принимается человеком на определенных условиях. Вот наши условия. Давайте будем внимательны. Первый вид праведности человек получает в момент принятия своего спасения, если, конечно, он его принимает на условиях Божьих. Характер этого вида праведности хорошо представлено апостолом Павлом в послании к Кремлянам 3, 21-24. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру во Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе и Иисусе». Знаете, вот люди религиозные имели сложность принять этот вид праведности, уразуметь его. Апостол Павел, он шел на рожон, он ломал все на своем пути, Бог его пытался остановиться, Бог много раз пытался открыть ему два вида праведности, а потом он же пишет, «Но когда мы узнали, что человек оправдывается не делами закона, а только веру во Иисуса Христа, то мы и уверовали во Христа». Апостол Павел, когда Бог уже открыл ему и благоволил в нем показать величие и богатство учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то он уже наставлял святых. В данном случае речь идет о нашем новом рождении, отслышании слова истины или же о возникновении нашего внутреннего человека, когда мы услышали слово истины, благовествования, спасения и уверовали, приняли и исповедовали своими устами, то у нас родился внутри новый человек, он возник там, Божий человек с неба. Этот вид праведности не может являться одеждами правды в силу того, что мы получаем. Это то, что находится глубоко внутри человека. Мы получаем его в том виде спасения, которое является залогом, который необходимо пустить в оборот. И только тогда, когда наш оборот принесет нам прибыль, нам дано будет право облечься в ризы спасения или же нового человека. А посему второй вид правды, который мы получаем через наставление в вере, то есть через ученичество, через пребывание в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это прибыль или награда, которая облекает нас с полномочием страха Господня и делает нас способными отличать добро от зла и творить правду в делах правосудия. Праведный дотворит правду еще и святый да освящается еще. Все гряду скоро и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его. Откровение 22, 11, 12. Интересно, что составляющее утверждать в молитве правосудие является заключительным достоинством, которое подводит черту под всеми предыдущими достоинствами, то есть вот всем достоинствам, которые мы говорили, которые вот Дух Святой продолжает через нашего пастора, через отца, через это делегиварное отцовство раскрывать эти достоинства, то вот конечный результат это утверждение правосудия, то есть не будь достоинства правосудия, то все предыдущие достоинства перестали бы быть достоинствами, в силу чего дисциплина правосудия в умах и устах людей более чем какая-либо другая истина подвергается интенсивной обработке, извращению и атаке со стороны организованных сил тьмы. Что-то человек не понимает, его не устраивает, он говорит, а я так не понимаю. Это говорит, что он поддается этой атаке. Дело в том, что без составляющей правосудия Бог перестал бы быть Богом и служение Богу обратилось бы в служение сатане, но в силу неизменного Слова Божия такого никогда случиться не может. 1 Петра 1, 17 И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. То есть, вы знаете, не все люди называют отцом того, который нелицеприятно судит по делам. Вот они говорят, он знает мои недостатки, он знает, что я грешный человек. Вы знаете, Господь знает, что ты грешный человек, что ты в грешном теле, но он вызывает эту жизнь и говорит, высвобождай эту жизнь, ты должен побеждать и соблюдать мои дела до конца, ты должен соработать со мною. И тогда, конечно, возрастая, вдруг мы начинаем познавать второй вид праведности, и тогда мы называем отцом того, который нелицеприятно каждого судит по делам и тогда начинает приходить трепет и страх в нашем странствовании. Во-первых, дни нашей жизни становятся не просто жизни, вот, жизнь состоялась, жизнь у другого не очень пошла. И люди так рассуждают, и вы знаете, когда вот только слышишь этот запах, уже понимаешь, человек внутренностью своей прирос к глобусу просто, к планете Земля. Понятно, что мы будем царствовать на земле, к земным делам он прирос. Дело в том, что это не то, что мы здесь из земли растем, мы-то возрождены с неба, наше жительство на небесах, и здесь время нашего странствования. Исходя из многочисленных утверждений Писания, только благодаря правосудию праведники будут вознаграждены за свою праведность и освобождены от угнетения нечестивых, в то время как нечестивые благодаря того же правосудия получат полное возмездие за свое беззаконие и угнетение праведников. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас. Угнетение – это оскорбление. Когда человек оскорбительно, пренебрежительно относится к святому человеку, нету трепетного, аккуратного. Вы знаете, мы знаем, особенно Бог наставлял через апостолов мужья, говорит, вы очень трепетно относитесь с женами как сонаследницами благодатной жизни, потому что там есть благодатная жизнь и соответствующий статус от Бога. Но бывает, что люди пренебрегают эту жизнь Божию, топчутся по ней, а хуже всего отвергают и топчут посланников Божиих. Конечно же, Бог снимает все ограничения и предает таких людей из суду и произносит им суд и говорит, не чистый пусть еще сквернится, ставит на скользких путях и отправляет их в преисподнюю. Ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам оскорбляемым отрадую вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба и с ангелами силы Его в пламеняющем огне совершающего отмщения не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Когда? Когда Он придет прославиться во святых Своих. Это день суда, когда Бог явится, придет прославиться во святых Своих и явится дивным в день Он и во всех верующих, то есть Он явится в верующих, проявит великую силу и мощь Свою, так как вы поверили нашему свидетельству, свидетельству посланников Божьих. Второе Фессалоникийцам 1,6,10. В силу данного определения, обуславливающего неизменный закон посева и жатвы или же неизменное правосудие Бога, которым буквально пронизан весь дух Писания, можно смело утверждать, что первое, любое учение, основанное якобы на благодати Божией, которое гарантирует людям спасение, независимо от их достойного покаяния, обольстительное и ничем не подтвержденная ложь. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в сердце, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Не пытайтесь найти какое-то оправдание себе. Там я родился в верующей семье, да, мои родители верующие, и даже если я Богу даже не буду так уж старательно служить, искать его, любить его, ну, есть же обетование Божие, спасешься ты весь дом, каким-то образом он меня спасет, а человек не хочет каяться. И если кто-то утверждает, что такой человек будет спасен, нет, он не будет спасен, он будет подвергнут суду. Если родители действительно приняли это обетование в свое сердце и стоят на этом обетовании, Бог поставит такого сына в такое положение, что он не сможет отказать Богу, он пойдет за ним, он станет послушным учению Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Второе, если человек принимает спасение, но не меняет своего образа мышления, своей речи и своих поступков, он обманывает себя. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Колоссянам 3, 8, 11. Третье. Если человек принимает спасение, но игнорирует и не признает порядка Царства Небесного, содержащегося в спасении, в законах иерархической субординации, этот человек погибели, или в законах тела Христова, можно сказать. Ибо и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Ефесянам 4, 11, 14. Четвертое. Если человек принимает спасение, но посягает на святыню Господню в предмете десятин и приношений, присваивая ее себе или изменяя ее размер, это сын погибели. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли для вас благословения на вас благословения до избыта Малахия. Книга пророка Малахия 3, 9, 10. Пятое. Если человек принимает спасение, но позволяет себе употреблять спиртные напитки, он утратит свое спасение. Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды вашей. Левитам 10, 9. И шестое. Если человек принимает спасение, но отказывается прощать нанесенные ему обиды, его грехи не будут прощены Богом. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши, если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Марка 11, 25. Это истина Божья. И седьмое. Если такого человека допустить в Небеса, то он и там не научился бы правде и не взирал бы на величие Господа. Измениться можно только на земле. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Наше время, я приготовил гораздо больше, но наше время, друзья, истекло. Мы будем молиться и будем исповедовать Божье Слово, учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, Своими устами пред Богом молитве. Аминь. Небесный Отец Своим Иисуса Христа, склоняемся пред Тобою, пред величием Твоим. Благодарим Тебя за то, что Ты избрал нас быть Твоими детьми и Твоими учениками. Ты утаил это царствие и истину Свою от мудрых и разумных, которые почитают себя таковыми и не нуждаются в научении. И открыл то младенцам, открыл тем, которые возлюбили чистое словесное молоко в устах Божьих посланников, которые возлюбили откровения Твои, которые откликнулись на зов Твоего сердца и пошли за Тобою. Благодарим Тебя, что Ты вывел нас из дебри динаминации, из этого леса всяких пониманий. Ты указал нам путь, чтобы идти от своего своеволия к выполнению Твоей воли. И для этого Ты поставил и дал церкви своих отцов, которые могли бы приводить Церковь Твою в совершенство, могли бы ясно отчерчивать эти истины Священного Писания и излагать великое богатство благовестия Божьего, учения Христова. Благодарим Тебя, Господи, что Ты дал нам способность принять это слово и взращивать это в наших сердцах. Позволь нам облекаться пред лицом Твоим в эти одежды праведности. Облекай нас в одежды праведности. Ты даруешь нам милость Твою, открывая способ, открывая Твои условия, каким образом, как, когда, на каком месте мы можем облекаться в ту праведность, которую Ты некогда подарил нам, в благовестии Христовом, в наши сердца. Да утвердимся в истине Твоей. Дай совершиться, Господи, то, назначенное Тобою в нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Небесный Отец, за нашего пастора, которого Ты избрал и помазал его силой Святого Духа и мудростью. И вложил в его сердце свой разум и свои слова. Мы благодарим Тебя, что он мог передать Твое слово народу Твоему. Мы молим Тебя о предстоящих служениях, Господи. Исполни его духом премудрости. ради святых Твоих жаждущих Слова Твоего мы возжаждали Тебя, чтобы исцелиться от болезни, чтобы исцелиться от проказы, чтобы исцелиться от всякой боли, чтобы исцелиться от этого дискомфорта внутреннего, от борьбы между духом и душою. И Ты пообещал, и мы приняли это обетование Твое в сердце, обетование блаженства, блаженного упования Господа. И Ты повел нас своим путем. Веди, Господь, героев Твоих к цели. Даруй нам ясно понимать свое призвание, ту цель, которую Ты открыл и открываешь, продолжаешь открывать для нас. Учи нас водиться Святым Духом и двигаться вместе с Духом Святым, чтобы не бежать впереди Его и чтобы быть влекомым, чтобы Дух Святой мог влечь нас к высотам Твоим для нас недостигаемым. Благодарим Тебя, что Ты начал это дело в нас. Мы верим, что Ты будешь совершать его до дня явления Твоего. И Ты скоро придешь. Мы ожидаем Тебя. Наш Господь, наш пастырь, наш жених, наш избранный, Тот, Который в десять тысяч раз лучше других, Которого мы возлюбили, Которого мы избрали, Которому мы предали себя, на Которого мы полагаемся, Которому мы верили дело свое. Мы будем радоваться и веселиться пред лицом Твоим о всем том, что Ты совершаешь для нас. позволь нам являть активное смирение пред лицом Твоим и быть Твоими учениками, пребывать пред престолом Твоим, Господи, быть частью стада Твоего, быть овцами Твоими. Мы знаем, что Ты пастырь добрый, Ты положил душу Свою за овец Своих. Позволь иметь нам такое же сердце пред лицом Твоим, предать душу Свою на смерть ради любви своей к Тебе, ради Твоей воли святой. Мы будем умирать для себя, пусть умирает все душевное, все плотское, все то, что мешает нам приблизиться к Тебе, все инородное. И мы будем принимать истину из уст Твоих, чтобы мы могли возрождаться, оплодотворяя себя семенем всякой истины, и приходя от силы в силу, являть эту жизнь Божию, ожидая, когда Ты по обетованию Твоему выбросишь из наших тел с шумом ветхого человека с делами, со всеми народами его, и дашь испытать эту великую жатву, которая устремилась небо, которую жаждали видеть цари и пророки, которую жаждали видеть апостолы и ученики всех дней. А нам Ты это открыл духом Своим и приготавливаешь нас к Твоему великому святому дню. Благодарим Тебя, Господи. мы не знаем, что Ты мог увидеть такого дорогого и ценного, чтобы так возлюбить человека. Ты увидел, что ученики Твои возлюбят Тебя и пойдут за Тобою и начнут платить цену. И это дорого в очах Твоих. Они примут Слово Твое, и они примут помазанников Твоих. И это было настолько дорогим для Тебя и настолько ценным, что Ты послал Сына Своего на смерть и отдал Его в смерть. чтобы вырвать это жало смерти и искупить те, которые являлись носителями смерти. Но приближается тот день, когда эта держава смерти будет удалена из нашей жизни. и мы испытаем Твою жизнь, Твое богатство, Твою силу. Мы благодарим Тебя за этот наступающий день, Господень. Позволь нам приближать его каждый в той мере, который может, заработая с благовествуемым Словом Твоим, веруя в него сердцем и исповедуя устами. Будь прославлен, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи на свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. И закончим нашим неизменным манифестом. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.